Приветствую, уважаемые! Ну что же, сегодня я вас продолжу знакомить с хорошим, интересным китайским звуком. И на этот раз мы посмотрим на плеер, название которого вы, может быть, даже никогда и не слышали. Контора называется Luxury & Precision. Да, два слова, можно подумать, господи, какая-то очередная маркетинговая приблуда, она не имеет ни к чему отношения, тем не менее, все далеко не так. Luxury, понятное дело, с точки зрения дизайна, Precision с точки зрения звука, но давайте разбираться. Luxury с точки зрения дизайна и вообще исполнения здесь как бы в двух местах выполнено, исполнено, да, реализовано, как хотите, так и называйте. Во-первых, это алюминий, нормальный, хороший, качественный, кстати, плеер довольно легкий, я думал, что он тяжелее раза в два будет, нет, он на удивление был таким немассивным. Во-вторых, это полноценный кусок алюминия, то есть вот как сейчас делают там в айфонах, в дорогих других смартфонах, берут алюминиевый корпус, да, и ЧПУшным станком выбирают все нужные полости, все нужные вырезы. То есть это полноценный кусок, он нигде там не твинчен, не сбит, не склеен, не приварен ни к чему. Поэтому единственный здесь как бы разрыв, я бы так сказал, в корпусе, это верхняя крышечка, которая закрывается после того, как был установлен регулятор громкости. Вообще, кстати, дизайн чем-то отдаленно напоминает продукцию компании H-Trendkern, потому что те тоже любят выносить вот этот регулятор отдельным элементом управления на корпус. То есть это не кнопки именно, а отдельный цифровой. Да, он, кстати, очень приличный, вы, во-первых, даже с влажными пальцами точно переключите громкость, во-вторых, он, естественно, цифровой, это не аналоговый потенциометр, то есть никаких там таких вот диких вещей нету. Все очень качественно, даже ощущений, даже вот такой вот клик присутствует, то есть вы четко и почувствуете вот это переключение, ну, никаких проблем даже при слепом, скажем так, управлении. На верхней части, на верхнем скосе здесь три кнопки, две программируемые, покажу в меню, третья выключает, включает экран. Экран, кстати, тоже, пожалуй, намного, ну, во-первых, он намного лучше, чем у Fio, это вот однозначно совершенно тут даже не стоит как-то в сравнении. И к тому же у него очень приличный сенсор, то есть он реально как, ну, такой нормальный телефон реагирует, а не то, что вот это вот пальцем вдавливаете туда в надежде, что он отреагирует. Нет, просто нажали, он работает, это прекрасно. Сбоку, сбоку у нас три клавиши, соответственно, воспроизведение, остановка и по долгому нажатию включение-выключение, и при нахождении в каком-то меню это выбор пунктов меню, ну и, соответственно, вперед-назад переключение. Слот под карточку памяти один в данном случае, ну, просто примите это как данность. Снизу выход, microUSB, точнее, выход для звука, чтобы подключать это как внешнюю звуковуху к ноутбуку или к кампу любому. Ну, а на вход он, соответственно, засасывает или данные, или, соответственно, зарядку. Есть, да, встроенная память 16 гигабайтов, причем 16 гигабайтов здесь очень непростые, насколько я выяснил. Ребята тоже поставили самый дорогой чип, который был в наличии в принципе, и если обычная память, ну, обычного плеера, вроде бы по стандарту, это 500 циклов полной записи-перезаписи без появления ошибок, то здесь по измерению 5000 без появления ошибок, то есть он тупо в 10 раз лучше. Вот так вот. Ну, то есть подход, да, вот вы понимаете, там хорошо, здесь хорошо. Дальше пойдем, значит, выходы линейный и SPDIF совмещенной цифры, есть балансный выход, если у вас есть соответствующие наушники, то, пожалуйста, пользуйтесь. Ну, и выход на обычные наушники. Экранчик сделан очень комфортно, никаких там ни зазоров, ничего, вот тут клеили и хорошо, реально хорошо. Ну, и сзади, сзади вот, вы думаете, это пластик с такой стекстурой а-ля карбон, ничего подобного, это полутора миллиметровой толщины лист карбона вырезанный, натуральный, потому что могут, потому что лакшери. Дело в том, что вот эта вот китайская компания не очень любит, ну, такой перфекционизм, они как бы нетипичные, можно сказать, китайцы, и они вот начинают максимально выдрючиваться, чтобы им самим понравился плеер. Вот у них такой, да, вот, стандартно хороший подход для перфекциониста и, может быть, нестандартный для большинства не очень известных китайцев. Так что ребята сделали очень крутую вещь. Значит, если включить плеер, давайте посмотрим, значит, перегрыл нажимается вот этой верхней частью, надо подождать, показывается логотип Luxury and Precision, и у нас здесь три вкладки. В первой вкладке обновляется медиатека, переход, значит, внутренняя память, карта памяти и по папкам, дальше вся музыка, соответственно, списочком идет, есть воспроизведение только по исполнителю и по альбомам. Следующее, экран, скажем так, воспроизведение, основной экран плеера, соответственно, сверху мы видим сам факт воспроизведения, то есть маленький такой значок Play, громкость отображается, если мы покрутим, там будет больше-меньше, оставшаяся батарейка. Ну и параметры, в данном случае, воспроизводимого сигнала, то есть у меня сейчас DSD, 5,6,44 МГц, соответственно, режим воспроизведения нормальный, повторять все, название и так далее, тому подобное. Значит, ну и управление плеером мы можем там переключать, например, просто потыков в экран. Ну и третья вкладка, это настройка режимов воспроизведения, эквалайзер. Эквалайзер здесь, ну вот что есть, то есть, да, это рок, поп, классик, бас и джаз. Интересный момент, я чуть попозже скажу, с ним связанный. Визуализация или ID3 или текст песен, аудио выход мы настраиваем SPDIF, соответственно, или включение цифрового фильтра. Значит, цифровой фильтр имеет здесь два состояния, fast и slow. В slow у нас более мягкий, более такой вспученный бас и проще вверх. Если вы берете fast, то вы более собираете бас в кучку, его становится чуть меньше, но зато очень легкий, очень прозрачный, очень летящий вверх и там намного больше деталей появляется. Да, может быть он непривычен поначалу будет, но реально там намного интереснее звук. При этом вот этот slow, он ближе, скажем так, к бытовому звуку. Output Phase Settings это возможность настроить инвертию фазы, ну, то есть 180 градусов переворачиваем туда-сюда. Что еще есть? Дополнительно, в дополнительном настройке экрана, язык, да, есть русский язык, если что, я просто привык к английскому, мне как-то проще. Автовыключение, таймер сна, настройки вот этих вот самых кнопок. То есть мы можем заблокировать кнопку громкости, кнопку музыки и настроить вот C1 и C2. То есть мы можем выбрать из вот этих вот параметров и просто повесить и быстро нажимать. В частности, я, например, туда люблю вешать фильтры, слушать, да, разницу в разных композициях. Также есть режим подключения, то есть просто зарядка передачи данных или как USB аудио. Также мы можем настроить задержку аудио по USB, получать питание по шине USB или не получать. То есть вы можете оставить питание только от плеера и не отжирать, например, от ноутбука лишнего. Возвращение по умолчанию и системная информация. Теперь давайте я вам расскажу немножко по звуку. Я вот себе тут даже немножко записал, чтобы вот точно абсолютно не забыть. Значит, во-первых, бас глубокий. Вот реально он туда вот саббас уходит прямо вот далеко-далеко. То есть если наушники могут опуститься низко, они туда опустятся. Причем абсолютно точно опустятся и вы думаете, боже, там в наушниках это есть? Да, оно там есть. И это очень круто. При этом бас быстрый. Да, то есть какая-нибудь трэшовая композиция в металле, она реально отыграется. У него реально есть определенный панч, да, и он не будет превращаться в какое-то кэшообразное нечто там внизу. Но интересный момент. Значит, когда вот я его первый раз взял, включил, я думаю, господи, звук-то какой-то странный, мне что-то не хватает. Дело в том, что он воспроизводит очень нейтрально и очень чисто. То есть у него нету вот каких-то послезвучий, затягивания, замыленности звука. То есть вы слушаете такую правильную, чистую, без подзвучивания подачу. Поначалу это несколько обескураживает, но когда вот послушал там час-два, потом берешь плеер, господи, какая мазня, дайте мне вот этот вот обратно, я хочу L3 попробовать, он же по-другому звучит. Я слышу вот это, вот это, вот это. А при детализации огромной в верхах, на разных наушниках, это просто, совершенно. Я просто доходил до того, что я тупо сидел в этом плеере, потом думаю, господи, я этот плеер слушаю, я не чувствую чего-то не того, мне не хочется его снять. Я получаю реально удовольствие. Для меня это настолько естественный был звук, что я его воспринимал, ну, как фон практически. Потом удивлялся, думаю, господи, это же плеер, я же слушаю музыку. То есть для меня это было, ну, откровением, реально, это очень классный плеер. Значит, что момент? Высокие частоты, да, как я уже говорил, они очень такие прозрачные, очень легкие, вот их там очень-очень много, но они на границе. То есть там нету подзванивания, вот ты ждешь, вот еще чуть-чуть добавится и начнется перегруз, и нету. И вот он ходит вот иногда по краю в некоторых композициях, но ни разу у меня не перелез за комфортную для меня границу в ЭЧ. Хотя я вот большое количество в ЭЧ не люблю, сразу говорю, вот это японцы очень любят, там, перегружать куда-то туда за пределы сознания, какие-то там дичайшие килогерцы. Здесь этого нету, то есть он дает все, что нужно, но не превращает музыку в бензопилу совершенную или циркулярку. Здесь все классно. Мощности. Значит, запас мощности здесь небольшой, я слушал где-то, ну там, в процентах на 80, иногда на 90, но тут есть момент, похоже, ребята программно, ну или как-то занизили реальную мощность усилителя. Усилитель там больше, потому что, допустим, когда вы переключаете на режим рок, там звук резко становится громче, а потом он прибирается. То есть там запас еще есть, и запас там очень немаленький. Я думаю, что это будет разблокировано, может быть, в следующих прошивках, потому что реально громкость так поднимается заметно. Но, тем не менее, даже при этом мне хватало на любую задачу вот этой громкости. То есть мне не хотелось прибавить больше, чем возможно. У меня всегда оставался хоть небольшой, но в запасе. Это тоже замечательно. Как я уже говорил, вот ВЧ, вот этот вот фильтр, точнее, быстрый, медленный, он дает лучше ВЧ, хуже ВЧ. Я как-то привык уже слушать на вот этом быстром варианте. Очень прозрачно, очень интересно, очень детализировано. Причем на многих наушниках детали появляются, которых там раньше, в принципе, не слышно было на других плеерах. Инструменты хорошо прослушаются, причем партии поинструментам тоже прослушиваются. Он такой классный вот плеер, реально такой деликатный, правильный, детализованный плеер. Значит, под металл может быть непривычен, очень непривычен. Но когда вот вы берете что-то более легкое, это просто отрыв башки. Ну это серьезно, это такой классный звук, интересный, вкусный, по-своему сухой, да. Он может быть не такой драйвовый, как вы привыкли от каких-то более таких попсовых плееров, да. Может быть там Fio, оно дает другой звук, более ближе, скажем так, к музыкальному. Но здесь вот настолько интересный плеер, он настолько необычен. Ну вот мне его так захотелось потом заиметь, потом себе купить в постоянное пользование, что вот реально я до сих пор под впечатлением, я тупо с ним хожу несколько дней, не хочу с ним расставаться, у меня там еще плееры есть на тест, но хожу я именно вот с этим моментом. Классная штука, реально классная штука. Значит, 450 баксов он примерно стоит, да, немало, но он, поверьте, стоит этих денег совершенно точно. Плюс классное управление, плюс вот такой вот кожаный чехол в комплекте. Кожаный чехол в комплекте, ну казалось бы, что тут такого? Ага-га, все не так просто. Во-первых, это валовье кожи высшего качества, да, опять же перфекционизм. Во-вторых, там стоит стальная пластина сзади, которая будет амортизировать удары, она там прощупывается, вот она как бы пружинит, то есть это не пластик. И потом там еще стоит дополнительный депфирующий слой, который используется в авиации, в оборудовании там в форме пилотов военных, который специально там как-то демпфируется. То есть ребята тупо пошли, купили все, что могли купить и вставили. А так берешь, кажется, ну что, прикольный кожаный чехол, аккуратненький такой хорошенький, оказывается, вот оно что. Что я могу сказать? Плеер классный, если у вас есть деньги, обязательно к нему присмотритесь. Реально, да, он может быть необычен, да, он может вам поначалу показаться странным, каким-то пустоватым, но если его распробовать, это реально очень здоровское устройство. Вот такие вот пироги. Так что я с вами прощаюсь, но ненадолго, ибо скоро будут новые обзоры. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok